Моя Америка Магазин товаров медицинского назначения «Лава Саплай» Он находится в скохе Здесь можно найти буквально все, что вам необходимо для того, чтобы сделать вашу жизнь комфортнее Вам нужны маски? Окей, маски есть Перчатки? Пожалуйста Санитайзер для рук? Разумеется Медицинское оборудование Большой выбор ортопедической обуви для мужчин и для женщин И еще много-много-много всего, что поможет вам достойно противостоять болезням И радоваться каждому дню Магазин «Лава Саплай» расположен по адресу 7564 Линкольн-Авеню в скоке 7564 Приезжайте или позвоните по телефону 847-329-1238 И вы узнаете, как сделать заказ с доставкой на дом 847-329-1238 Пользуйтесь услугами магазина «Лава Саплай» и... Будьте здоровы! Ну а теперь, дамы и господа, мы поговорим о предстоящих выборах, вспоминая выборы прошлого И перед тем, как взяться за подготовку к этой передаче, дамы и господа Я познакомился с результатами последних автов августовских опросов общественного мнения Подчеркиваю, августовских, сегодня они чуть лучше Если мы с вами являемся союзниками Дональда Трампа Я отталкивался, когда готовил передачу от августовских прогнозов И я... я взгрустнул Ну, судите сами Опрос, проведенный 25 августа социологической фирмы «Харрис» Показал, что Джо Байден лидирует с преимуществом в 9 пунктов Социологическая служба колледжа «Франклин и Маршал» Дала 29 августа преимущество Байдену в 7 пунктов В тот же день компания «Яху» вывела лидерство спящего Джо с преимуществом в 6 пунктов Точно так же и социологическая фирма «Зобби» Обратимся к фирме «Расмуссен» Эта фирма интересна тем, что она проводит опросы среди вероятных избирателей Не просто среди зарегистрированных, а среди вероятных Так вот Опрос, проведенный этой фирмой 27 августа, выявил Деятельность Трампа одобряют 47% американцев Но 51% осуждает Повторю еще раз Это августовский опрос Сегодня в сентябре чуть лучше «Урадмуссена» Тем не менее, повторю Я ориентировался на августовские прогнозы И я в этих прогнозах не обнаружил ни одного, который бы зафиксировал преимущество Трампа Кандидата демократической партии, его преимущество Байдена Было безусловным в предвыборной гонке Успокоили меня, дамы и господа, воспоминания Воспоминания о прошлом Много-много лет назад, июль 1988 года Мы с братом отмечали в Париже свой столетний, ну на двоих, юбилей В то далекое время американцы, оказавшиеся в не англоязычной стране Должны были уповать в поисках информации о событиях в Америке На редкие англоязычные газеты Никаких смартфонов в то время еще не существовало Айподы тоже были не в моде И мы с братом читали две газеты Ну, во-первых, International Gerald Tribune О существовании этой газеты Мы узнали, когда годами ранее были в Риме Рим был перевалочным пунктом на пути политических беженцев Советского Союза в Соединенные Штаты И мы читали недавно появившуюся на свет газету USA Today И вот из этих двух газет мы черпали сведения о набиравшей скорость предвыборной гонке кандидатов в президенты Республиканца Джорджа Буша и демократа Майкла Дукаписа Для меня предстоящие выборы 88-й год были вторыми Моим кандидатом был Буш Буш был, мы помним, вице-президентом при президенте Рональде Рейгане Брату предстояло голосовать впервые И хотя он работал в Бостоне, это столица Массачусетса А Дукапис был губернатором этого штата Мой брат все же поддерживал Буша И мы начинали читать газеты с невеселых сводок с предвыборного фронта Но невеселых потому, что сводки свидетельствовали о преимуществе Дукаписа Он лидировал с двузначным преимуществом С гораздо большим, чем лидирует сегодня Байден в поединке с Трампом В частности, в день нашего с братом 100-летнего юбилея Институт Гэллопа зафиксировал преимущество Дукаписа 18 пунктов И брат, я помню, сказал Буш испортил нам праздник Окей В Америку мы возвращались в предчувствии неминуемого поражения Джорджа Буша И мой брат, работавший в столице стата Массачусетс Бостоне Там большинство сотрудников его компании болели за Дукаписа Мой брат сказал в самолете Не хочу видеть радостных рож Это был июль Через три с половиной месяца В первый ноябрьский вторник Буш торжествовал И как он победил в сорока штатах Дукакис только в десяти И вот о предвыборной гонке 1988 года Напоминают сегодня многие средства массовой информации Напоминают как те, что поддерживают Байдена Таких большинство Ну и тех, что поддерживают Трампа Первые те, что поддерживают Байдена Требуют от Байдена и его команды Не обращать внимания на результаты опросов Вести предвыборную кампанию Так будто бы нет никакого преимущества Ну и попав под критику Не отмалчиваться А немедленно отвечать Переходить в наступление Вторые СМИ Те, что поддерживают Трампа Напоминают Трампу и его команде Что следует сделать Чтобы склонить борьбу на свою сторону И они напоминают ему о том Как Буш в 1988 году Буш и его команда Склонили избирателей на свою сторону У них было два козыря У Буша было два козыря Налоги и преступность Taxes and crime Буш говорил избирателям, что Дукакис повысит налоги И убедить избирателей в этом было проще простого Ну потому что за штатом Массачусетс Прочно закрепилась кличка Такса Чужец И кандидат демократической партии Губернард этого штата Дукакис не скрывал О намерении повысить налоги В борьбе с дефицитом федерального бюджета А вот Каким был боевой клич Джорджа Буша Read my lips No new Texas Читайте по моим губам Нет новых налогов Я замечу, дамы и господа Что спустя 4 года Буш изменил своему обещанию И потерпел поражение Но мы с вами говорим о 1988 А не о 92 И вот Буш сумел убедить избирателя Что Дукакис не тот политик Которому можно доверять борьбу с преступностью Решающую роль в победе Буша в 88 году Сыграли два телевизионных ролика Первый назывался Билеты на выходные Weekend passes Второй назывался Вращающаяся дверь Revolving door Тот и другой Обвиняли Дукакиса В потакании преступникам Героем, конечно Ну, лучше сказать, антигероем Был чернокожий преступник Уилли Хортон Хортон совершил в 1974 году Убийство в Массачусетсе И он был приговорен судом штата К пожизненному заключению В штате Массачусетс Смертной казни нет Пожизненное заключение 1974 год Спустя 12 лет В 86-м Он совершил Новое преступление Три Изнасилования Убийство И вооруженное ограбление Логичен вопрос Как ему это удалось? А вот как Хортон получил возможность Изнасиловать, убить и ограбить Благодаря существовавшей В Массачусетсе Программе отпусков Это была программа для заключенных С хорошим поведением в тюрьме Им разрешали проводить какое-то время Вне стен тюрьмы Программа была введена в 1972 году Но не для осужденных за убийство Но-но-но Однако Верховный суд штата Массачусетс Счел возможным предоставить отпуск За стенами тюрьмы И убийцам Легистатура штата Немедленно приняла закон Который отвергал постановление Верховного суда Этого штата Но Губернатор Дукакис Будущий кандидат в президенты Наложил вето на решение Законодателей И убийц включили в программу Отпусков Хортону разрешили провести Несколько дней на свободе Убийца добрался Из Массачусетса В Мэриленд И совершил там тройное преступление Он попал за решетку И отбывает Пожизненное заключение По сей день О рецидивисте Хортоне Мало кто знал За пределами Массачусетса и Мэриленда То есть штатов В которых он совершил преступление Телевизионный ролик Билеты на выходные Познакомил с ним Всю страну Диктор в частности читал Дукакис не только выступает Против смертной казни Но он позволил убийцам Получать отпуск по выходным Ролик билеты на выходные Был запущен организацией Независимой от предвыборной Команды Буша Но команда Буша Обратила внимание избирателей На существующую в Массачусетсе Программу отпусков для убийц В телеролике Вращающаяся дверь Хортон не упоминается В этом телеролике Показаны выходящие И входящие в тюрьму преступники Но телезрителям Не следовало напоминать Что Хортон был одним из тех Кто вышел И совершил преступление Вскоре после победы Буша На выборах Председатель его избирательного Стаба Ли Эд Оттер Сказал в кругу друзей Когда пришло время голосовать Многие избиратели удивлялись Не был ли Уиллер Хортон Напарником Дукакиса Сенатер Ллойд Бенсон Он был напарником Дукакиса Кандидатом в вице-президенты Он и негритянский пастор Джесси Джексон Обвинили Буша в расизме Со временем победы Буша Над Дукакисом Пришло 32 года Минуло 32 года В 88-й мы живем В 2020-м Многие участники Предвыборных баталий В 88-го В том числе Джордж Буш Ллойд Бенсон Ли Эд Оттер Они отправились в мир иной Но вот Майкл Дукакис Он все еще с нами И 3-го ноября В день предстоящих выборов В 3-го ноября Господину Дукакису Исполнится 87 лет У него в последние дни Берут интервью О компании 88-го года И вот вспоминая Прошлое Дукакис сказал газеты Нью-Йорк Таймс Я цитирую Дукакиса Я совершил Грубейшую ошибку Не реагировал На нападки И я поплатился За это Так вот Байден и его команда Извлекли уроки С поражения Дукакиса Они немедленно Реагируют на нападки Но вот победная Тактика и стратегия Буша Все еще не послужила Примером Трампу и его команде Я напомню Дамы и господа Я опираюсь На опросы И на рекламу Трампа Конец августа Сейчас И опросы Чуть-чуть лучше И реклама Стала Лучше Но Опять-таки Не стало такой Какой должна была быть Должна была бы быть Вот что Заказал по этому поводу 73-летний Чарли Блэк Этот господин Был в группе Советников Буша В избирательной кампании 88-го года Я цитирую Блэка У Трампа В запасе Полно боеприпасов Но готов ли он Воспользоваться ими В конце августа 88-го года Буш уже сокращал Отставание от Дукакиса В конце августа 2020-го Трамп все еще заметно Проигрывал Байдену Но не использовал Боеприпасы Козыри Буша В победоносной кампании Козыри Налоги И преступность Texas And Crime Байден уже Объявила намерение Повысить подоходный налог На каждого С годовым заработком Цитирую Байдена Выше 400 тысяч долларов Дамы и господа Денег Отобранных В этой категории Граждан Окажется Совершенно Недостаточно Для осуществления Социалистических Программ Байдена И Демократической Партии Под налоговый Молот Попадут И те Кто зарабатывает Больше 300 тысяч И больше 200 И больше 100 тысяч Но избирательная Команда Трампа До сих пор Не удосужилась Выдать По крайней мере 3, 4, 5, 6 Телевизионных Роликов О готовящейся Среднему классу Угрозе И никого Кто искренне Обеспокоен Судьбой Страны А к таким Я отношу Сторонников Трампа Никого из нас Не может Не тревожить Отсутствие На телевизионных Экранах Роликов Которые Джо Байдена Все и искалечил. Трамп говорил об этом, но его команда не удосужилась смастерить телевизионный ролик о случившемся. Телевизионные экраны, интернет-сайты, соцсети заполнены антитрамповскими рекламами, которые обвиняют президента в обрушившийся на страну коронавирус. Но нет роликов, которые называли бы по именам губернаторов Нью-Йорка, Нью-Джерзи и Мичигана повинных в смерти тысяч стариков, скончавшихся в старческих домах. Дамы и господа, а где телеролики об учительских профсоюзах, которые выступают против занятий в школах, приковывая таким образом к домам миллионы родителей? А где телеролики о ресторанах и барах, спортивных залах и танцевальных студиях, салонах красоты и парикмахерских, закрытых по распоряжению мэров? Джордж Буш выиграл у Майкла Дукакиса пропагандистскую войну. Дональд Трамп проигрывает. Напомню, дамы и господа, напомню. Я опираюсь не на сегодняшний день, а на конец августа и первые числа сентября. Трамп проигрывает пропагандистскую войну Джо Байдену. После дня труда предвыборная гонка вышла на финишную прямую. Наверстать упущенное становится с каждым днем все труднее. Труднее еще и потому, что сегодня общенациональные СМИ ратуют почти единогласно за победу демократов. Дуайт Эйзенхаур был последним президентом-республиканцем, к которому журналистское братье относилось благосклонно. В 1956 году, когда Эйзенхаур баллотировался на второй срок, большинство журналистов поддерживали его, а не демократа Эдлая Стивенсона. С тех пор не было республиканцев, ни кандидатов в президенты, ни президента, которые вызывали бы намек на такую симпатию. Даже намека нет, их ненавидят. Однако Дональд Трамп, мы все это знаем, мы свидетели, он бьет все рекорды ненависти СМИ по отношению к республиканцам. Он даже затмил Ричарда Никсона. В предстоящих телевизионных дебатах с Байденом, дамы и господа, подчеркну еще раз, если таковые состоятся, я сомневаюсь в том, что они состоятся. Но, если они состоятся, Трампу предстоит противостоять журналистам, среди которых не будет ни одного, кто бы не мечтал о его поражении на выборах. Байден может быть абсолютно уверен, ему не придется отвечать на провокационные вопросы. Но на такой, к примеру, вопрос, который задал в 88-м году телеведущий дебатов Бернард Шоу противнику смертной казни Майклу Дукакису, у меня в памяти до сих пор эти дебаты. Бернард Шоу начал теледебаты с вопроса, обращаясь к губернатору Дукакису. Губернатор, если Титя Дукакис, его жена, будет изнасилована и убита, поддержите ли вы безоговорочную смертную казнь для убийцы? Это был вопрос Шоу, который открывал теледебаты. Дукакис отвечал, нет, Бернард, не поддержу, и думаю, что вы знаете, что на протяжении всей своей жизни я выступал против смертной казни. Думаю, что есть лучшие и более эффективные средства борьбы с преступностью такого рода, убийствуясь. Мы нашли такие средства в своем штате. Ответ Дукакиса окончательно похоронил его шансы на победу на выборах. И многие стороннику губернатора считали, вину за поражение их кандидата несет телеведущий Бернард Шоу. Дамы и господа, Бернард Шоу работал политическим обозревателем в CNN. Он не был ни демократом, ни республиканцем. Сегодня в этой теле компании в CNN, как и в большинстве общенациональных СМИ, нет места таким, как Бернард Шоу. Разница между тогда и сегодня не только в этом, дамы и господа. Жизнь Джорджа Буша в политике началась в середине 60-х годов. Но ему не пришлось слышать обвинений в расизме до 1988 года. Дональда Трампа обвиняют в расизме с первого шага в политике, как только он выставил свою кандидатуру на пост президента. Четыре года назад козырем Трампа были выступления на стадионах и в спортивных аренах. Падемия коронавируса оставила его без этого козыря. Поэтому пора наконец-таки вспомнить об избирательной кампании Джорджа Буша. Ставка должна быть сделана, как и в 1988 году, на видеорекламу. На этом, дамы и господа, я ставлю точку в монологе, будет небольшой прерыв на рекламу. Не покидайте волну нашего радио, я вернусь к вам через несколько минут. Итак, мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка». Номер телефона в студии 847-400-5200. А как обычно, все линии горят, поэтому начнем принимать звонки. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте, Анатолий, здравствуйте, Алексей. Добрый день. Недавно один конгрессмен-республиканец выиграл иск у CNN и Вашингтон-Пост, обвинив их в лжи. Вот уже пять лет, как эти же издания, Адам Шив льет грязь на Трампа, и все эти ничего не оправдываются. А почему бы Трампу не пойти по его пути, обвинив эти же издания Адама Шива во лжи? Это мой первый вопрос. И второй. Вчера Нобелевский комитет, я имею в виду депутат норвежского парламента, выглянул Трампа на Нобелевскую премию. Получит ли он эту премию? Спасибо. Во-первых, с моей точки зрения, Трамп совершенно достойен получить эту премию за то, что благодаря тому, что в политике его администрации, его участие, участие, скажем, Кушнера, его, ну, участие его администрации, мы говорим, участие у правительства, между Израилем и арабской страной установлены дипломатические отношения. Причем, судя по всему, крепкие дипломатические отношения, и лед как бы тронулся. Уже один этот факт. Но мы вспомним, давайте, после Ословских соглашений 93-го года, и Рабин и Арафат получили Нобелевскую премию. Хотя, что случилось потом, мы прекрасно знаем. То, что удалось сделать администрации Трампа, на мой взгляд, заслуживает президент, заслужил Нобелевскую премию, получит он или нет, ну, я ставлю 99 за то, что не получит, и 1% за то, что получит. Ну, дай бог мне проиграть. Тем не менее, имея в виду обстановку в мире сейчас, и антитраповскую настроение не только в Соединенных Штатах, антитраповскую кампанию, но и во многих других западных странах, я сомневаюсь, что Трамп получит Нобелевскую премию. Теперь то, что касается судебных процессов, ну, вы знаете, у нас есть первая поправка Конституции, и, в общем-то, эта поправка позволяет газетам писать едва ли не все, что они хотят, за каким-то исключением. То же самое телевизионным компаниям, радиокомпаниям делать все, что они хотят. Это первое, что стоит на пути осуждения, скажем, в судах этих средств массовой информации. Что касается Трампа, Трамп public figure, то есть общественная фигура. Значит, если у необщественной фигуры есть шанс выиграть, обвинив какой-то СМИ в клевету, и выиграть, как мы знаем, произошло с мальчиком, который 2 года назад, 3 года назад, ну, вы помните, этот пацан, он выиграл суд, потому что он не public figure, то есть он не общественная фигура. Выиграть такой суд у общественной фигуры, то есть у человека, которого всех на виду, ну, тем более президент, это безнадежно, и нет никакого смысла даже судить эти компании. Я напомню старую-старую, события старые, очень старые, когда перед Вашингтон-Пост и Нью-Йорк Таймс стоял вопрос, публиковать ли секретные документы, связанные с Вьетнамской войной, администрация Никсона обратилась в суд, чтобы эти документы не были опубликованы, но Верховный суд решил, что первый поправок Конституции гарантирует этим изданиям, Нью-Йорк Таймс и Вашингтон-Пост, печатать все, что они хотят. Поэтому, повторяю еще раз, любой процесс, судебный процесс против заклевету, против СМИ, организованный Трампом или еще каким-нибудь известным деятелем, он обречен на провал, и заниматься этим делом, это пустая трата времени. Спасибо за вопрос. Спасибо большое. Следующий звонок. Добрый день, Вы в эфире. Добрый день. Добро пожаловать. Задаю вопрос, который уже, к сожалению, много раз задавал. Где результаты и расследования прокурора Дорфона? Спасибо. Прокурор даром по-преднему расследует. Вы знаете, ну, вы же задаете этот вопрос не в первый раз, я готов не в первый раз ответить. Я хотел бы, чтобы результаты расследования появились, ну, по крайней мере, не позднее середины октября. Нам еще, скажем, можем целый месяц подождать. Потому что после середины октября, это, ну, хорошо, если они появятся, но это уже не будет влиять на избирательную кампанию. Это первое. Более того, что результаты расследования, которым пришел прокурор, они попадут на какие-то нацитые страницы газет, потому что на первых страницах газет, также в первых выпусках телевизионных радионовостей будет избирательная кампания. А что касается, если... И еще я повторю, по-моему, то, о чем я говорил еще раз. Одно дело даром предъявит обвинение, другое мы с вами скажем, что эти люди, которым он предъявил обвинение, что они заслуживают того, чтобы, не знаю, оказаться за решеткой, быть отстранены от своих, там, сняты с рабочих постов, платили какие-то штрафы, потому что кроме обвинения, обвинения есть обвинения, должен быть еще суд, который признает их виновными. Поэтому даже если даром, к примеру, он выпустит результаты расследования того, что происходило в предвыборной кампании 2016 года и в первый месяц в неделе после победы Трампа, даже если он конкретно кого-то обвинит, ну, нам скажет то же самое, что примерно сказал я. Окей, он обвинил, давайте ждать, так сказать, результаты, судебные результаты. Ну, а судебные результаты, если они будут после победы Трампа, на что я надеюсь, то мы, видимо, увидим этих людей, которых он обвинит, на скамейке, судебной скамейке и, вероятно, признанными виновными. Если победит Байден, то все это дело будет подано под ковер. Какие-то судебные процессы будут, но они ни к чему особенному не приведут. Это мое мнение, с ним можно соглашаться или нет. Я на нем настаиваю. Спасибо за вопрос. Спасибо большое. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Спасибо за передачу такую классную. Скажите, пожалуйста, на интернете сейчас я прочитал программу Трампа. Замечательная программа. Она где-то в американской печати где-то опубликовалась, не знаете? Ну, вы знаете, я вам скажу такую штуку. Обычно партийные программы не публикуются. Не публикуется будь то демократическая партия, республиканская партия. Ну, поскольку мы живем в век интернета, то каждый, желающий посмотреть программу демократической партии республиканской может зайти на соответствующий сайт. Я не знаю, как он называется. Это тоже легко узнать. В гугле напишите, так сказать, программа Republican Party, программа демократической партии. И вам скажут, где ее искать. Я, кстати, готовясь к передаче, которая будет на следующей неделе, я заглянул в отдельные отсеки программы демократической партии, потому что я должен был убедиться в том, о чем я читал, но мне нужно было проверить, что в программе демократической партии упоминается Верховный суд, Супремкорд. Потому что я знаю, что в выступлениях ораторов на демократической партии это Супремкорд, Верховный суд вообще не упоминался. Я об этом буду говорить через неделю. Почему? То есть мне пришлось что-то посмотреть. Каждый из нас может посмотреть в интернете. Это нетрудно сделать. Спасибо большое. Следующий звонок. Добрый день. Вы в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Алексей, не кажется ли вам, что Трамп передумал быть президентом? Ему надоело бороться со всем миром одному-единственному человеку, а мы его практически даже не поддерживаем. Только на словах. А на деле ничего. И если бы он был недоволен своей командой, он бы их выгнал и набрал других. Мы же знаем, что он это умеет делать. Вот что вы об этом думаете? Спасибо большое. Вы знаете, я не знаю, что значит мы не поддерживаем. Я велика сил и возможностей, я поддерживаю. Я, правда, не сгружаю в его избирательный фонд деньги, потому что я сгружаю некоторым другим республиканским товарищам. Ну вот, и мне трудно ответить на ваш вопрос, потому что Трамп меняет свою команду уже. Я не знаю, сколько он сменил. Мы можем говорить только о заведующем канцелярии Белого дома. Это раз, два, три, четыре. Сейчас, по-моему, пятый. Марк Медоу. Я очень сожалею, что Марк Медоу – это мой конгрессмен. Он, естественно, не выставлял свою кандидатуру в Палату представителей, потому что он уже работал у Трампа и надеется, видимо, работать на второй срок. Ну вот, и он меняет свою команду постоянно, поэтому отвечать на вопрос, что он не хочет быть президентом, я не могу с уверенностью утверждать, что Трамп не хочет быть президентом, потому что вчера, например, я слышал его выступление. Он выступал у нас в Северной Каролине. Громадное стечение народу было в аэропорту. Ну, нам показывали это дело на Фокс-Ньюсу, Шона Хэннете. Часть выступления можно было вживую на интернете слушать. И из того, что он говорил, вовсе не следует, что он раздумал быть президентом Соединенных Штатов. Так что разрешите с вами в этом вопросе не согласиться. Спасибо. Спасибо большое. Добрый день, вы в эфире. Могу я задать вопрос? Пожалуйста. Пожалуйста. А где содержание тех сотен листов, которые Джулиани привез из Украины и махал перед экраном телевизора? Замечательный вопрос. Ну, просто-таки замечательный вопрос. Он только должен быть адресован не Алексею Орлову, а Рудольфу Джулиани. Это номер один. Значит, понимаете, в чем все дело. Значит, Джулиани в прошлом федеральный прокурор. Он лучше нас с вами и лучше многих знает, как работает судебная система Соединенных Штатов. Если он по той или иной причине, я не знаю, по той или иной причине, решил не возбуждать дело против Джо Байдена, потому что те бумаги, которыми, как вы говорите, он махал перед телевизионными камерами. Я верю в эти бумаги, потому что он не просто махал, он зачитывал. И мы знаем всю эту историю. Значит, если бы он счел возможным, нужным, необходимым подать в суд на Байдена, в чем-то его обвинить, имея в руках какие-то факты, он бы, видимо, это сделал. Почему он этого не сделал, я повторю еще раз, это вопрос не Конксера Орлову, а Курдольфу Джулианина. Большое спасибо за участие в передаче. Спасибо. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. У меня такой вопрос. Допустим, выигрывает Байден. А через месяц он уходит, и Камала Харрис становится президентом. И после этого она снова может, отработав 4 года, после этого она сможет слово два раза выбираться? Конечно. Я сейчас вам напомню по праву Конституции. Если, к примеру, Байден уйдет не сразу, и не через год, а, скажем, через два с половиной года, то Камала Харрис имеет право не только выбираться еще один раз, но она имеет право еще потом выбираться, потому что она заполняла вакансию, то есть освободившееся место, меньше половины срока. Теперь, на мой взгляд, я считаю, что Джо Байден перестанет быть президентом гораздо раньше того, как закончится его половинный срок. Это я утверждаю еще, потому что я являюсь автором книжки «Тень. Проклятие таком сей над Белым домом», где прямо говорится, что человек, который победит в 2020 году, до конца срока президентом не будет. Я, конечно, хотел бы, чтобы победил Трамп, и чтобы этого с ним не случилось. Но если победит Байден, то с ним это наверняка случится, потому что Байден, мы видим, он больной человек. У него какая-то уже стадия дименшин. Я не знаю, на какой он стадии, это лучше врачи знают об этом. Нам, демократы, утверждают, что он находится в полном здравии. Он, конечно, не в полном здравии, потому что с памяти у него давным-давно что-то стало. Так что если он победит, Камала Харри станет президентом очень и очень скоро. Вот в этом случае, если она станет президентом очень и очень скоро, то ей придется, она сможет выдвинуть свою кандидатуру еще на один срок, но не больше, чем еще на один. Большое спасибо за вопрос. Спасибо большое. Добрый день, вы в эфире. Да, говорите, пожалуйста. Да, здравствуйте. Я согласна с Алексеем, что Трамп, его команда, проигрывает войну к бакандисту. Но вот очень интересно, вы перечислили, вот эти видеоролики, которые можно было показывать, но не показывают. А может быть у меня такое наивное предложение, чтобы вот вы лично написать в штаб Трампа, в его администрации с таким предложением, если у них не хватает ума этого сделать. Спасибо. Вы знаете, я не столь высокого мнения о своем уме, во всяком случае гораздо больше высокого мнения о непосредственных людях, которые окружают Трампа. Несколько дней назад мы видели, многие из нас видели совершенно блестящий ролик, где Байден сидит на фоне пожаров, а Кавала Харрис хохочет. Значит, это совершенно потрясающий ролик, он идет всего, по-моему, 10 или 15 секунд, может быть, меньше. Поэтому я утверждаю, что в команде Трампа достаточно умов, чтобы понимать, что телевизионная, что картинка, реклама антибайденовская, антисоциалистическая, антилиберальная, с картинкой гораздо лучше, чем со словами. Поэтому мои подсказки или подсказки кого угодно этим людям не нужны. Просто им нужно понять, что если таких вот роликов, про которые я сказал, 10-15 секундах, будет кот наплакал, они проиграют выборы. Такими роликами должны быть заполнены экраны телевизоров, соцсети, интернет и так далее, и так далее. Пока что, пока что, на мой взгляд, команда Трампа проигрывает пропагандистскую войну команде Байдена. Хотя, еще раз повторю, в последние дни, в последние несколько дней появились проблески. Окей, но осталось до выборов всего два месяца. Всего два месяца. Спасибо большое за вопрос. Спасибо. Принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, еще раз. Скажите, пожалуйста, первый вопрос. Как Трампу пробиться с этими роликами на другие программы, кроме Фокс? И второй вопрос. Недавно пришло по интернету, что в Украине проводилось расследование переговоров Байдена, наверное, с Порошенко, со всеми, вот об этой делах буризмой. И эти все документы, аудиозаписи передали в компанию Трампа. Воспользуется он этим или нет? Окей. Первый вопрос, насколько я понял, будут показывать другие телевизионные компании рекламы Трампа. Как Трампу пробиться? Я не могу отвечать категорически да. Те или иные ролики, они могут под тем или иным соусом отвергать. Но в целом, давайте не забывать, телевидение, в первую очередь, ну, радио, но телевидение в первую очередь, существует, вообще все средства информации, но телевидение в первую очередь, существует за счет рекламы. Значит, отклоняя демонстрацию той или другой рекламы, телевидение теряет деньги. Теперь, если по какой-либо причине телевидение отклоняет рекламу, которую сделала команда Трампа, это есть нарушение первой поправки Конституции. Значит, вот в этом случае, в этом случае, команда Трампа может непосредственно обратиться в суд, причем есть вопросы, которые суды решают мгновенно. То есть, такой вопрос можно решить мгновенно, обязать ту или иную телевизионную компанию показывать рекламу. Опять-таки, телевизионная компания может воспользоваться первой поправкой Конституции, которая говорит, что это ее дело, так сказать, не может правительство или кто-то ей что-то указывать. Если редактор или владелец читает так, то есть, это может дойти до судебного дела. Теперь, сегодня, сегодня, кроме Fox News, есть масса социальных сетей, масса программ, есть YouTube. То есть, в принципе, мы сегодня судим, мы сегодня видим пропаганду той и другой партии не только на телевизионных экранах, мы видим ее в массе других мест, в частности, YouTube заполнен телевизионными телевизионными рекламами. Поэтому, если отказывает, я не знаю, там, CNN показывает какую-то рекламу Трампа, или WNBC отказывает, то есть другие источники. Их должно, этих реклам, быть так, чтобы каждый день появлялось несколько. Для этого у Трампа и его команды наверняка есть деньги, и есть специалисты, которые это делают. Подсказывать им это не надо. То есть, эти люди должны смотреть правде в глаза. Значит, с бандитами вы не можете побеждать в белых перчатках. Если они собираются побеждать в белых перчатках, боясь, что их кто-то в расизме обвинит, или еще в сексизме, они проиграют. Значит, их и так уже поливают грязью Трампа как только могут. Трамп должен отвечать. Спасибо за вопрос. Спасибо. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Вы знаете, первая часть программы была для меня очень депрессивна. Но не думаете ли вы, что, если вы слышали такое октябрьские сенсации, разоблачения, может быть, все, да, сюрпризы, может быть, все это как раз откладывается к этому времени, окей, вопрос очень хороший. Вы знаете, в последние, по-моему, несколько дней появилось три антитрамповских печатных пропагандистских. Один был в журнале «Атлантик», это на прошлой неделе, появилась книжка Коэна, и сейчас появилась книжка Боба Вудворта. Значит, это все происходит вот сейчас, в первых числах сентября. Значит, если бы я был противником Трампа, противником Трампа, и участвовал в пропагандистской кампании демократов, я посоветовал бы этим авторам публиковать свои антитрамповские изделия не в первых числах сентября, а по крайней мере в первых числах октября, а может быть, даже ближе к середине октября, для того, чтобы у Трампа не было возможности, так сказать, отмыться от грязи, понимаете, так сказать, и это был бы по большому счету октября сурпрайз со стороны демократов. Может быть, они тоже что-то еще готовят. Готовят ли республиканцы октября сурпрайз? Окей, если бы, если бы, например, прокурор, федеральный прокурор Коннетикута даром предъявил обвинение людям, которые нарушали закон во время избирательной кампании Трампа и в первые месяцы после того, как Трамп занял пост президента, и был еще даже президент-элект. Это бы тоже можно было отнести к разряду октября сюрпрайз, хотя никаких больших сюрпризов не было, потому что мы все это возим. Вероятно, вероятно, что-то припасено и республиканцами. Это первое. Второе, как правило, это вот сенсация называется сюрпрайз, сюрпрайз, именно потому, что они неожиданные. Вполне может быть, что что-то неожиданное произойдет, которое совершенно похоронит шансы Байдена или похоронит совершенно шансы Трампа. Опять-таки, можно только гадать, что случится, потому что это сюрпрайз, это сюрприз, это сенсация. Мы не можем предсказывать сенсации, но вполне может быть, что что-то в октябре нас ждет супер-дупер интересное. Лешенька, спасибо огромное, мы должны прощаться, нас все равно сейчас вырубят из эфира. Спасибо, и до следующей среды. Будь здоров. Будь здоров.